Как построить успешную карьеру? Задаются вопросом эти ребята из 9-11 классов. Ответ они решили поискать здесь, в школе номер 13, на ярмарке презентации учебных заведений всей Свердловской области. Подобные мероприятия Полевской центр занятости проводит уже не первый раз. Ведь вопрос трудовой занятости является одним из основных для молодежи после получения школьного образования. Поэтому сейчас у ребят происходит очень важный период в жизни. Это выбор своего будущего. И от обоснованного выбора профессии, качественного уровня образования, зависит успешность профессионального пути. Сегодня старшеклассникам школ Полевского городского округа дают полную информацию о рынке труда, об учебных заведениях, о порядке поступления в них. Запоминающейся получилась встреча с представителем Уральского промышленно-экономического техникума. Планируем открыть вот такой вот класс, который позволит вам получить дополнительное образование. В чем оно заключается? В том, что в 10-11 классе вы на базе 10-11 класса еще одновременно учитесь нашими техниками. Вы получаете дополнительное образование по программированию. Если вы по окончании 11 класса поступили в высшее учебное заведение, то вам выдается сертификат, что вы окончили курсы программистов и присваивается квалификация программистов. Если же вы не поступили в высшее учебное заведение, то у вас есть шанс на обстановленное формирование обучения, закончить техникум и сэкономить целый год. То есть вы зачисляете стажировый курс нашего техникума и обучаетесь, заканчиваете на программирование, по специальности программирования в нашем курсе. Тем самым вы получаете среднее профессиональное образование и можете дальше идти обучаться в курсе. Наш техникум занимает достаточно лидирующее место в регионе как в Уральском, так и в регионе Сибири. Более 10 филиалов на сегодняшний день у наш техникум открыты филиалы по Сибирскому и Уральскому регионам. Представители учебных заведений подготовили наглядный материал. Каждый школьник мог взять буклеты, памятки, информацию с условиями поступления. Ярмарка вакансий учебных мест – это уникальная и наиболее удачная форма взаимодействия образовательных учреждений со школьниками. Вот в этой аудитории ребят уже просят начертить электрическую схему. Потом поясняют, что творчество каждого в этом направлении может воплотиться в жизнь в виде электрификации поселков или новых предприятий. Учиться интересно, говорят ребята. А как с общежитиями, спрашивают. Общежитие находится рядышком с техникум, слоемость проживания 445 рублей в месяц всего. Общежитие секционного типа в секции душ, раковина, туалет на две комнаты. Мы за год объезжаем порядка 20 городов области и в Полевской регулярно каждый год, конечно, приезжаем в гости. Рассказываем про наши специальности. Проект у нас есть замечательный – школа техникум предприятия, который в рамках Уральской инженерной школы существует. Для ребят он совершенно бесплатный и позволяет познакомиться с такой отраслью, как энергетика. Школьникам объяснили, что будущая работа должна нравиться. Тогда каждый из них сможет достичь любых высот. Их призывают внимательно отнестись к выбору учебного заведения. У нас сегодня здесь присутствуют 14 техникумов и колледжей, а также 8 вузов. Ребята имеют возможность пообщаться с представителями образовательных организаций, задать свои вопросы, узнать правила приема. Но я думаю, представители организации охотно им об этом и расскажут. Традиционное мероприятие Центра занятости стало одной из наиболее эффективных форм профориентации, так как позволило школьникам пообщаться с представителями учреждений профобразования и задать им интересующие вопросы. А представителям образовательных учреждений рассказать о направлениях подготовки, специальностях, условиях обучения, перспективах трудоустройства. Я узнал, что тут можно на хорошую профессию научиться, выучиться, на заработную плату, какая заработная плата, где работаю, где находится все. Больше информации для себя узнал, куда пойти дальше, учиться после школы. Ярмарка презентации профессиональных образовательных организаций, конечно, значимое событие для системы городского образования. Наша школа уже не первый раз принимает гостей, а вообще все школы города последовательно встречают профессиональные образовательные организации. Почему это важно? Потому что, конечно, информационное поле в Полевском не такое широкое. Дети выбирают преимущественно одни и те же вузы. Например, Уральский федеральный университет им знаком, Уральский экономический университет, педагогический университет. Но такие вузы, как, например, юридический университет или институт путей сообщений, конечно, уже более удалены и информационно, может быть, и по статистике. Поэтому приезд этих вузов на базу в город Полевской для детей крайне полезен, для детей и их родителей. А потом специалисты службы занятости организовали тестирование по профессиональной ориентации. Сказали, какие профессии пользуются спросом на рынке труда. Ярмарка-презентация учебных мест в Полевском городском округе прошла успешно. Участниками были отмечены ее своевременность и целесообразность. Ольга Фролова, Эльвира Короленко, Сергей Чижов. Новости. Твой день. Новости.